Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, очи нас, Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 7 декабря. Память преподобного Павла Повинника. Повинник тоже, что послушливый, наименование, данное преподобному Павлу за его глубокое смирение и полное отречение от своей воли. Родители преподобного Павла имели достаточное состояние и с малолетства заботливо обучали сына своего священному писанию. Когда святой достиг совершеннолетия, у него явилось стремление оставить мирскую жизнь. И вот он поступил в одну из иноческих обителей своего города, где принял святой ангельский чин, и, подвязаясь во всех добродетелях, достиг такого совершенства, что превзошел всех братьев своего монастыря, и садился в сокровищнице и добродетели, так что приял дар творить великие и дивные знамения. Однажды преподобный Павел вместе с другими братьями варил в кузнице смолу. Когда смола растопилась и закипела, то клокоча начала переливаться через края котла. Блаженный, не имея подо себя ничего, чем можно было бы промешать кипящую смолу, обнажил свою руку, опустил ее в котел и промесил смолу, и тот час клокотания прекратилось. Рука спитого осталась цела и невредима, и сам он не изменился в лице и ничем не пострадал. Видя то, братья ужаснулися, и одни из них признали его человеком богоносным, другие же отнеслись к тому с большим недоверием. Сам же Павел считал себя прахом и пеплом и называл себя псом смердящим. Через несколько времени ему поручено было иное послушание. В это время настоятель монастыря созвал братьев и провел с ними много дней в молитве и посте. После этого они воззвали к Богу. Господи, хотя мы и не достойны всего, но открой нам, сколько возможно для нашего вразумления, что такой есть брат наш Павел, какой мир духовного совершенства достиг он и чего он удостоен. Бог, исполняющий желания боящихся его, исполнил их прошение. В одну ночь во время сна братья мановением Божьим восхищены были в рай исполненной красоты. В то время, как они удивлялись всему преславному чуду, вдруг перед ними явился там инок Павел. Братья приветствовали его и просили объяснить, что значит это явление. Павел с великим смирением отвечал. «То, что вы видите, есть рай Божий, и все это случилось для вас, братья, ибо в своих усердных молитвах вы пожелали достигнуть этого места, куда пришел и я. Возьмите же отсюда себе, кто что хочет, что кому нравится и желательно, и идите с миром. А на дело, к которому я был приставлен в монастыре, назначьте другого, потому что меня более уже не увидите». Простившись с Павлом, братья удалили, взяв с собой из святого рая кто цветок, кто веточку, иной прекрасную листву, иной траву. Пробудившись от сна и собравшись вместе, братья поведали друг другу везение и радостно славили Бога. При этом один показывал цветок, взятый из рая, другой говорил, «А вот я взял пальмовую ветку». Иной сообщал о неземном благоухании, другой держал в руках прекрасную листву. И все воздавали хвалу Богу. Блаженный Павел после того пошел в Иерусалим, посетивший там святые места и помолившись, отправился оттуда на остров Типр. Там он зашел на высокую гору и много лет подвязался духовно, проводя жизнь в уединении. А так как слух о его святой жизни распространился в той окрестности и многие начали приходить к нему, то он удалился оттуда и поселился в византийских пределах. Проводя богоугодную жизнь, здесь он сподобился услышать, как в древности боговидец Моисей, глаз Божий, призывающий его, «Взойди, Павел, на гору и прими конец жития». И взошел блаженный Павел по Божию повеление на одну из гор, называемых Парегория, и через некоторое время почил о Господе. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.